Вот уже столько времени, я пытаюсь донести до людей тот накал борьбы, который сейчас как бы навис над ними. И всё происходящее в пространстве, хотят того люди или нет, отражается не только на их здоровье, но и на состоянии сознания людей, не по своей воле вдруг оказавшихся на границе эпох. Это значит, что любая ошибка, а точнее неправильный выбор собственного высшего «я» человека, может привести к катастрофе, ибо сегодня спрос с каждого человека звучит примерно так. Ты с Богом или нет? Сама постановка вопроса говорит о том, что люди подошли или достигли той границы времён, за которой для людей прошлых представлений о своей жизни, а самое главное о смысле жизни, уже не будет места, что только накаляет страсти, заставляя ещё совсем недавно единый по многим представлениям народ встать по разные стороны баррикад, либо ты сторонник сил творения, либо сил сдерживания. Никогда прежде вопрос о смысле существования человека в плотном плане не ставился так остро, ибо религии всего мира, несмотря на свои подчас глубокие противоречия, всё же старались не доводить спорные ситуации до войн, понимая, что любая война приносит прежде всего огромные человеческие потери. Бессмысленные противостояния ни разу за всю историю человечества не давали преимуществ той или иной позиции, причём под понятиями позиции предполагалось объяснение изменения человеческого сознания, заставляющее побеждённую сторону изменять свои представления о Творце и структуре мироздания. Сегодня многие исторические заблуждения человечества вдруг оголились перед современными людьми своей вопиющей бессмысленностью, а самое главное — характером давления или воздействия на сознание людей. Современным людям, оказавшимся на границе эпох, открылось, что прошлые представления о мироустройстве никогда не приводили людей к духовному единению, ибо подчёркивали принцип «Сколько людей, столько и мнений», доказывая каждый раз, что люди никогда не смогут договориться, а значит, никогда не смогут достичь единения в Духе. Если люди так и не смогут договориться о единых представлениях, знаниях о структуре мироздания, в которых они были сотворены и в которых им суждено проявиться, накапливая от инкарнации к инкарнации опыт перевоплощения, а точнее накапливая мудрость богов, то им будет невозможно осуществить переход на границы эпох в мир высоких вибраций. Нужно сказать о том, что переход на границы эпох, который в любом случае людям придётся пройти, совсем не простой экзамен на мудрость богов, и, к сожалению, не все из людей смогут сдать этот экзамен, ибо это не просто экзамен с ответом «да» или «нет», а тот экзамен, который должен подвести итог многовековых инкарнаций, требующих от людей понимания своего места в вечности, а значит, понимания и принятия канонов вечности, на основе которых устроена проматрица пространства, изменить которую никто из людей не в состоянии. Поэтому сегодня перед людьми ставится вопрос о том, готовы ли они перейти в новый мир, понимая, что всё прошлое не может быть перенесено в новые условия шестой расы. Под вопросом, готов ли человек перейти в новый мир, скрывается самый главный вопрос. Готово ли внутреннее высшее «я» человека, его сознание, вписаться в совершенно новые условия божественного пространства, в котором людям отводится роль уже сотворцов, а значит, роль людей-богов, которые при духовном единении будут способны не только творить самих себя, как часть, не частица, а именно часть единого творящего начала-начал, целого, но и быть готовыми творить на равных с первотворцом новые миры на галактических просторах ближнего и дальнего порядка? Вопрос о будущем человечества сегодня ставится совершенно необычно, ибо по решению Абсолюта и всей иерархии света человечество пятой расы способно шагнуть в мир высоких вибраций уже шестой расы, а значит, способно принять эстафетную палочку всего того великого, чего способна достичь человеческая цивилизация и стать основой или базисом формирования в людях Христосознания, сознания людей-богов. Долгий, очень долгий эксперимент в соответствии с вселенской программой преображения пространства подходит к концу, что должно внушать людям надежду на то, что природного катаклизма, который бы навсегда разделил людей пятой расы и людей шестой расы, уже не будет никогда. И людям посчастливилось без огромных человеческих жертв перейти в совершенно новый для них мир, а точнее в новый мир совершенно новых возможностей творчества людей-богов. Поэтому сегодня, когда трансмутацию пространства начинают ощущать уже все люди планеты, независимо от своих убеждений, а значит, независимо от своих представлений о самих себе, а если еще более точно, независимо от позиции веры или неверия, людям приходится осознавать, что выбор все равно придется сделать и делать его в последний раз, ибо в пространстве наступает период великого равновесия, когда силы творения и силы сдерживания достигнут состояния великой гармонии, которой не было уже много тысячелетий. К сожалению, не все люди понимают, что выбор позиции человека совсем не игрушки, и без глубокого анализа ситуации уже не обойтись. Пустые рассуждения и особенно аргументы человеческой логики здесь уже не пройдут, потому что сегодня переход в выбор для людей не просто выбор, а выбор, который несет последствия для каждого человека на многие тысячи лет, ибо определяет, в каком стане божественных сил, творения или сдерживания этот человек останется. В пространстве все силы есть божественные силы, однако знак или вектор приложения, а значит и идеология этих сил, совершенно разные, если не сказать противоположные, ибо одни силы творят новые миры, а другие каждый раз пытаются найти контраргументы, уравновешивающие силы творения, а значит являются вечными оппонентами сил света. Поверьте, это тоже судьба, и это тоже божественный промысел, но задачи и характер действий сил сдерживания тоже разные, и когда мир находится в равновесии, в гармонии, нет и не может быть конфликтов, приводящих к противостоянию сил творения и сил сдерживания. Сегодня стоит вопрос о том, каким божественным силам готовы служить люди, или какие силы люди выбирают, ибо только людям дано право свободной воли, позволяющее им сделать окончательный выбор, который в конечном итоге разделит людей на людей света и на людей тьмы. Того хаоса, той энтропии, которые очень долго были основой развития человечества, уже больше не будет никогда, ибо сегодня силы света начинают выравнивать сложившийся за многие тысячелетия перекос в пользу сил сдерживания, связанный с тем, что сами люди постоянно нарушали каноны вечности и сделали невозможным без вмешательства Бога выравнивание вектора эволюции человечества, а значит, выравнивание баланса сил света и тьмы на планете Гея. Планета при участии самого Творца начинает, наконец, приходить к гармонии, ибо силам света все же удалось с большим трудом и большими потерями повернуть пространство к великой нейтральности, при которой силы творения обеспечивают достижение условий творящего начала-начал, а самое главное позволяют людям открыть в себе дары, заложенные в них самим Первотворцом. Люди должны сегодня понять, что сам Первотворец будет разделять их на две силы, и это разделение станет тем барьером, за которым все человеческие эмоции и духовное несовершенство, а точнее все человеческие заблуждения останутся навсегда в прошлом. Этот выпускной экзамен окончательно разделит людей на представителей сил творения и сил сдерживания, ибо право свободной воли дает возможность каждому человеку решить свою судьбу добровольно и свободно, понимая, какие последствия будет иметь его выбор для него самого и для славяно-арийского этноса. Люди подошли к тому моменту истины, который будет для них уже последним шагом на границе эпох, от которого теперь будет зависеть, какие задачи или цели люди выбрали на многие тысячелетия своего будущего. Вот теперь, а этот шаг предстоит сделать очень скоро, уже нет смысла обсуждать в прессе кто есть кто, ибо любая позиция людей мною будет принята, а значит, вопрос о том, какое будущее выбирает сам человек, относится уже не к народу или этносу, а к самому человеку. Поэтому активная агитация той или иной общественной позиции теперь не имеет никакого смысла, ибо даже духовное единение, а значит, достижение условий целого, складывается из решений каждой отдельной человеческой сущности. Хочу вам сказать, что сегодня уже нет смысла что-либо доказывать другому человеку. Во-первых, потому что каждому человеку самому придется принимать историческое решение, а во-вторых, каждая насильно навязанная позиция есть пример духовного насилия, которое будет контролироваться и наказываться самим первотворцом. В это очень сложное время, когда должны будут очень скоро прозвучать мои слова, о которых я совсем недавно предупреждал людей, и которые разделят их на людей света и людей тьмы, люди должны сами выбрать свое будущее, ибо будущее человечества предстоит творить тем, кто выбрал свет, ибо судьба цивилизации в руках людей света, осознавших себя людьми-богами. Возникает последний вопрос, обращенный ко всем людям славяно-арийского этноса, насколько они готовы решить свою судьбу, а самое главное, судьбу человечества. Сейчас этот вопрос, стоящий перед этим этносом, настолько актуален и важен, что если славяне-арий окажутся готовы сделать шаг к духовному единению и повторить уже в реальности плотного плана духовное единение, достигнутое на Вселенском Соборе, тогда можно будет сказать, что мир спасен. Субтитры создавал DimaTorzok